его знают так вот сейчас появилась картинка и пока мы ждем его подключение привет так у меня сегодня тема про то как потерять клиента за 15 секунд в инстаграм соответственно хочу сказать что 90 процентов бизнеса которые сейчас есть на рынке у вас тех кто смотрит данная данный семинар данную конференцию у вас всех есть инстаграм и большая проблема большинства маркетологов большинства основателей бизнеса в том что вы не понимаете как правильно его упаковать как правильно его оформить первая ошибка которую вы все делаете большинство это я я в том числе тоже одновременно этим грешил это не сформированного т.п. то есть непонятно не четко позиционирование уникальное торговое предложение отсутствует все вы знаете что такое у т.п. но не все вы умеете его формировать как формировать у т.п. и как понять оно хорошее либо плохое если вы пишете что вы в инстаграм что вы хороший маркетолог либо у вас классная клиника и куча положительных отзывов это вода это плохого т.п. потому что нет конкретики хорошего т.п. оно содержит в себе три момента первое это сформированное предложение оффер по технике смарт по этой технике также еще формируются цели смарт если добраться по аббревиатуру по каждой букве это специфик межурабл и так далее то есть там каждая буква что то значит что значит предложение должно быть конкретным оно должно быть оцифрованным измеримым оно должно быть достижимым то есть человек понимает что это реально оно должно укладываться в определенные временные рамки и должно быть понятно с помощью чего это будет сделано да подробнее поподробнее об этом можете просто в гугле вбить смарт да и посмотреть шифровку каждой буквы значит пример плохого т.п. еще раз пример плохого т.п. это скажем я классный таргетолог это плохое т.п. оно никак вас не дифференцирует от других конкурентов да то есть вот от рынка хороший пример хорошего т.п. это я таргетолог приведу вам из инстаграма 257 заявок по 150 рублей в течение двух недель с помощью таргета в инстаграм если вам интересно заказывайте сегодня дам скидку 25 здесь в данном случае содержатся факты и цифры которые конкретизируют ваше предложение и она более понятно для людей второе правило упаковки позиционирование в инстаграм мы сегодня при инстаграме в принципе его можно натянуть еще и на позиционирование на сайт это понимание клиента куда он попал что ему предлагают и как ему это получить то есть это три вопроса на которые человек должен ответить когда попадает к вам в инстаграм куда я попал что мне предлагают и зачем нет надо либо как мне это получить если человек не сможет ответить на эти вопросы в течение первых 15 секунд взаимодействия с вашим инстаграмом а либо с вашим сайтом то у вас плохая упаковка у вас плохое позиционирование и грант и он закроется как как формируется эти три ответа на три вопроса в инстаграме с помощью шапки профиля с помощью первых шести публикаций с помощью визуального оформления там ну и естественно клуб текст в описании если вот это все вместе взять это по сути а текстовая визуальная информация которая дает человеку понять что ему предлагают и зачем ему это надо дальше третий момент который тоже очень важен в упаковке это эссенция вашего бренда то есть определенный месседж посыл да то есть что вы хотите сказать свою услугу своим продуктам за своим личным брендом своей компании многих у которых проблемы с продажами либо недостаточно высокий средний чек у них проблемы именно с позиционированием то есть с пониманием того кто вы на рынке для кого вы работаете почему нужно идти к вам а не к соседу скажем если взять какую-то компанию то что такое эссенция эссенция это по сути а все то что вы делаете которое можно охарактеризовать одну фразу либо одним словом скажем как вас записывают в в телефонной книге то есть если скажем вас записывают как там как макс маркетолог то ваш эссенция бренда ваш личный бренд это маркетолог если вас записывают скажем как серёга пьяница ваш личный бренд это пьяница там если елена бухгалтер ваш личный бренд эссенция ваш бренд это бухгалтер то же самое применимо к компаниям услугам то есть скажем какая у вас какой ассоциативный ряд воспринимается когда я вам говорю бренд nike то есть на их кроссовки да там спортивная одежда nike вот это вот слоган it just do it вперед амбиции спорт здоровье то есть вот эти триггеры вот эти эмоциональные крючки за которые вас цепляют рекламе которые у нас откладываются и долбят нам в мозг эссенция которая формируется за счет рекламных активностей эссенция личного бренда формируется за счет контента который вы постите за счет stories instagram за счет публикации о том о чем вы пишете соответственно вот это все оно формирует мнение у вас и вашу главную фразу вашего бренда вот эти три вещи еще раз техника smart формулировала это п второе это три вопроса куда я попал что мне предлагают и как это получить и третье это эссенция после три момента это самый важный момент личный брендов упаковки вашего instagram вашего сайта ну и вашего предложения дальше очень часто люди которые занимаются продвижением рекламы instagram они совершают большую ошибку неправильном позиционирование и в неправильном определение клиентов еще смешнее еще хуже когда вы понимаете кто ваши клиенты но вы почему-то не делаете для них это выделать это для себя простой пример у меня на youtube канале есть шоу называется инстабржавка там где я режиме так не жестком немножко ну ядерная смесь смеха и при полезности да там юмора и полезности я даю обратно связи инстаграмом моих подписчиков вот и там значит был инстаграм салона цветов на то есть там цепи продавали магазин цветов в инстаграм если вам сейчас я задам вопрос как вы считаете кто целевая аудитория у магазина цветов в инстаграме какой у вас будет ответ скорее всего скорее всего вы ответите что это мужчина большинство людей в здравом уме понимают что ты покупает основном мужчины чтобы дарить женщин но но мужчины да вот ты меня испугал меня шедернуло вот но когда я вижу инстаграмы магазины цветов в инстаграме почему-то они ведутся как будто бы для женщин то есть там значит я прям реальный пример берут участника инстабржавки моего шоу да там значит замечательный букет из красных роз там вот он был глухает там вот и прямо так и все это описывается таким романтизмом все супер конечно но мужику на это положить болт почему потому что в каких обстоятельствах мужчина заказывает цветы тем более с инстаграм магазина то есть нужно определить мотив то есть мало определить целевую аудиторию важно определить мотив те предлагаем обстоятельства в которых люди будут покупать ваш продукт взаимодействие с вашей услугой соответственно здесь мотив какой как правило что такое мотив это повторяющийся шаблон действий здесь мотив это когда мужчина бежит после работы не успевает скажем в магазин чтобы купить цветы своей девушке на годовщину все как бы выбора у него купить в магазине цветы нету он лезет в интернет он пытается найти где мы можем заказать цветы доставки цветов предположим он натыкается на ваш инстаграм в магазин на инстаграме да увидит вот это все полглухание и так далее ему пофигу он должен закрыть три вопроса так куда я попал что мне предлагают как мне это получить мужика это что мне нужны цветы мне нужна срочная доставка лучше сегодня лучше через два часа мне коферу сколько это будет стоить важно чтобы девушка была довольна почему бы эти три триггера не закрывать свои упаковки в инстаграме не писать какие цветы ваши был глухая это то что доставлено через час даже если вы если у вас сегодня годовщина доставка предположим по москве и там подмосковье букеты стоят две недели то есть ваша девушка будет на них не знаю там смотреть еще две недели и радоваться и любить вас чуть больше вот эти моменты мужчины почему бы это не отображать в вашей упаковке в инстаграме дальше значит очень прикольное упражнение которое вы можете прям сегодня проделать это определить что люди которые подписаны на вас думают о вас о вашем бизнесе продукте услуги вашим личным брендом нужно собрать 10 людей 10 подписчиков лучше чтобы они не были вашими друзьями чтобы получили там четкую обратную связь искренне и спросить с каким словом фразы ассоциировать у них ваш магазин в инстаграме ваш продукт ваша услуга либо вы как личность и прям собрать обратную связь получается обратную связь от 10 людей и увидеть определенную с если скажем всеми сказали какой-то непонятный дурак то скорее всего так и есть не то что вы непонятный дурак а то что люди вас так воспринимают соответственно вам нужно что-то менять в позиционировании либо невнятный бренд либо хрен пойми что это тоже хрен пойми что это тоже эссенция это тоже ваше позиционирование пусть оно плохое вот меня однажды надо спросили как раскачиваешь личный бренд с личным брендом как сделать так чтобы лично бренд продавал чтобы там все было круто я ответил так да и мне прямо понравился мой ответ я его гситантистран Press что личным бренд есть у всех по умолчанию к самому рождению как вы родились он у вас уже есть то есть ваш личный бренд влияет были ли вас в школе либо любили ли вас девчонки видели на свидания это ваш личный бренд сколько учете на работе Это тоже ваш личный бренд, то есть как вы смогли себя пробовать, там, не знаю, там, много ли у вас друзей, либо вы там нелюдимый. Вот это все, вот как вы фоните в мир, как вы взаимодействуете, какие касания вы производите с людьми, с внешним миром, это и есть личный бренд. И он есть у всех абсолютно, просто он у всех разный. У кого-то он, скажем, в позитивном ключе, да, он такой, там, рубаха-парень, рубаха-парень, это личный бренд. Если, скажем, вы там со всеми ругаетесь, негативщик, конфликтуете, то это тоже личный бренд. Он на таком ключе. И нельзя сказать, что что-то плохо, что-то хорошо. Если вы, скажем, смотрели, там, не знаю, там, фильм «Джокер», то, ну, сначала вам могло показаться, что главный герой, о ком идет речь в фильме, он негативный персонаж, то есть он асоциальный, он неудачный, конечно, да, но при этом постепенно вы к нему проникаетесь, то есть у вас появляется к нему влечение магнетизма. Почему? Потому что мы любим сложный характер. Поэтому нельзя сказать, что что-то плохо, что-то хорошо, это просто есть, это просто факт, несмотря, как это подать. То есть задача маркетинга – это не скрыть что-то, да, то есть, скажем, если что-то черное, сделать это белым, а продать черное, да, то есть, еще раз, если ваш продукт черный, вы пытаетесь его сделать белым, то это обман аудитории, и вот, исходя из Инстаграма, социальной сети, это плохо. Большой пример обмана, как он влияет на личный бренд и как потом, соответственно, это все отображается на продажах, это, скажем, Дима Барнякин, да, то есть классный продакшн, супер, летит канал, кто-то классный, но он однажды сказал, там, определенные факты, которые сыграли против него, потому что у него, там, АБР, вот, 100 миллионов рублей, там, бизнеса, потом, соответственно, все это выяснилось, что это не так, это обман аудитории. Люди не любят, когда их обманывают, особенно, когда люди видят, что ты публичное лицо, что ты, естественно, выступаешь, у тебя, там, большой социальный актив. Таким образом, почему люди это любят? Потому что есть такое понятие, как развенчание мифа, либо снять с дистала человека, да, то есть, когда люди пытаются в тебе найти какой-то изъян, да, потому что, тем самым, они оправдывают свое бездействие и оправдывают ваш успех, твой успех, да. Соответственно, когда они находят в тебе какой-то изъян, им хорошо, то есть, у них всех психики успокаиваются, потому что они, тем самым, понимаешь, ага, ну, он этого достиг, потому что вот то, 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 либо он нас обманул. То есть, можно идти дальше, жрать чипсы и ничего не делать, когда лежат на диване ровно. Вот. Соответственно, люди, они, это очень динамичная такая масса, да, она очень сложная, и нужно понимать психологию, как влиять на этих людей так, чтобы они потом вас не сожрали, да. Потому что очень часто бывает, если вы проследите, скажем, динамику многих публичных личностей, публичных персон, не только блогеров, там, музыкантов, писателей, многих, вот так вот, сначала их любят, потом ненавидят, потом опять любят, то есть, это вот такая вот, да, туда-сюда скачет отношение людей к определенной персоне. То есть, опять же, это не хорошо, не плохо, это, как бы, ну, факт жизни публичной личности, да. То есть, если публичная личность вызывает эмоции, то, да, она, соответственно, оправдывает свое появление на сцене, да, то же самое личный бренд. То есть, если вы вызываете эмоции, если ваш личный бренд вызывает эмоции, ваши услуги, продукты, это хорошо. И не надо бояться отрицательных эмоций, да, то есть, типа, хейты, негативы. У вас в России, на самом деле, лучше всего для пиара работает именно негатив, именно что-то, чернухла какая-то, потому что люди никогда не будут обсуждать ваш успех. Вот, не знаю, вспомните те разговоры, те диалоги, которые вы вели в последнее время с друзьями, либо с коллегами по работе. Неужели вы, там, собирались, были, слушайте, знаете, я вчера посчитал кафу, очень философская книга, или, там, не знаю, какие-то, типа, там, вы знаете, мой друг купил новый аутер, где, там, А8, давайте за него порадуемся. Вы же так не делаете, вы же что обсуждаете? Вы обсуждаете говнюка босса, да, там, вы обсуждаете какие-то неудачи соседей, либо, там, работников других, там, либо конкурентов обсуждаете, либо, там, как что произошло, там, либо, как, там, Пугачева себе, там, натянула, не знаю, там, лицо, там, сделала, там, очередную операцию, там, либо Малахова, там, либо, как, там, кого изнасиловали. Вот, это Россия. В России мы привыкли обсуждать негатив. Это у нас уже в голове подкорки, за счет новостей, за счет окружения нам вот навязали такое поведение. И нужно его учитывать. Соответственно, если это учитывать, можно играть на эмоциях людей. То есть можно понимать, что, скажем, если ты возьмешь какую-то хайповую тему, и ее начнешь обсуждать, то, ну, скорее всего, обсуждая тебя, и будут покупать еще твой бренд. Потому что, скажем, за Тимоти, да, там, либо, не знаю, Тимкова. Это люди, которые ходят по лезвию, то есть на грани. То есть они вроде что-то делают крутое, потом обсираются, потом обсираются, да, но в любом случае за ним следят. То есть внимание они себе отхватывают много. И, по сути, что такое социальные сети и Инстаграм? Это люди хотят хлеба и зрелища. То есть если вы пытаетесь продать что-то в Инстаграм, вы должны учитывать, что люди туда идут за тем, чтобы отдохнуть, либо развлечься. Они не идут туда, чтобы вы их там грузили чем-то, там, не знаю, там, давали какую-то сложную информацию, там, либо, не знаю, там, чему-то учили, что-то навязывали. Нет, они хотят просто развлечься, получить какую-то эмоцию. Соответственно, ваш бренд, бизнес, ваш Инстаграм должен нести эмоции. То есть он должен вызывать эмоции у людей, чтобы они вас ассоциировали с чем-то, с какой-то эмоцией, с каким-то посылом. Вот. Есть ли какие-то вопросы, давайте, может, там, участников эфира, они просто не будут слышны, безряд будет, как я распинался. Есть ли какие-то вопросы, может быть, конкретно по вашему бизнесу? Максим, есть вопросы. Люди жалуют эту музыку, но вы тут ничего не поделаете. Я на самом деле объясню. У меня сейчас было выступление в Глинске на тысячу человек, тысячу сто человек в зале. Я бежал к вам, просто сломя голову, там, заказал такси, ближайшие кальяны, где Wi-Fi есть, вот сел, ради того, чтобы привести вам эфир. Спасибо. Так, вопросы. Посты должны быть выполнены в едином списке с фотографией. Говорят, что посты одной фотографии кликуют лучше, чем посты с надписью или фотографией. Как упаковаться? То есть в Африке важно, выкакать на посте надписью или в вашем фотографии? На самом деле можно и так, и так. То есть есть вариант фирменного стиля. Скажем, я в Инстаграме в своем использую фирменный стиль. То есть у меня есть заказанный, подготовленный пакет, фир-дизайн, да, там, айдентик, логотип, цвета и так далее. Зачем это надо? Чтобы люди, когда, скажем, подписываются на меня в Инстаграме, либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке, или еще где-то на сайт переходили, они понимали, что это одна и та же личность. Чтобы у них была там красная нить, чтобы они понимали, что да, это Макс. Плюс еще, зачем нужна идентика? Она должна вызывать определенные эмоции. То есть если мы говорим про, опять же, упаковку, про позиционирование, про месседж, про эссенцию бренда, то цвета, дизайн, они не просто так должны быть для галочки, они должны решать какую-то задачу. То есть вызывать определенную эмоцию человека. То есть если, скажем, у вас стоматология, то не надо использовать, скажем, красные цвета, какие-то яркие, да, это люди отпугнены. То есть что вы должны людям донести, что у нас безопасно, что у нас хорошие врачи профессиональные, что вы к нам всегда можете обратиться за помощью. Вот, соответственно, цвета, дизайн, херсти и благотип, они должны это нести. Понимаете? То есть не просто вот заказать у дизайнера там красивый там макет из самых сетей и сидеть и кайфовать. Нет, вы должны понимать, какую задачу решает данный посыл. Надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Влияют ли хэштеги на охваты? Многие гуру рекомендуют хэштеги на публикацию. Следующая реплика, что у нас неожиданно лучше подвинуть хэштеги на публикацию. Как неожиданно пишут люди? Я скажу так, что не бывает гуру Инстаграма. То есть нету такого понятия, как гуру Инстаграм и то, что типа кто-то вам что-то говорит, что точно что-то как-то работает. Это бред, потому что никто не знает, как точно работает Инстаграм. Никто точно не знает, как работают алгоритмы Инстаграма, потому что они, во-первых, меняются каждые 2-3 месяца. То есть, вот скажем, те, кто активно занимается Инстаграмом, они могли заметить, что в последнее время охваты резко упали в сторис. До этого резко упали охваты публикаций. И это же алгоритм. Это умный алгоритм, на который влияет куча факторов. И никто точно не знает, как он работает. Если бы кто-то точно не знал, как он работает, мы давно бы уже сидели все с миллионом подписчиков или с кучей охватов публикаций. Все только могут догадываться. Догадываться, да. По поводу хэштегов раньше работало, сейчас нет. Потом, может быть, опять будет работать. Конкретно сейчас, если отвечать, то не надо делать кладбище с хэштегами. Достаточно сделать 3-5 узко-средне-масштабных хэштегов. То есть узкие-средние хэштеги – это те, которые набрали до 10-20-30-50 тысяч публикаций по этому хэштегу. Если будете спамить большими хэштегами, крупными, которые имеют миллион публикаций, или еще больше, то для Инстаграма – это ничто. То есть вряд ли вы… То есть задача хэштега какая? Чтобы выйти по этому хэштегу в топ. То есть, скажем, если вы разместили публикацию с хэштегом «СММ», и она набирает популярность, то есть она начинает комментировать часто люди, то Инстаграм видит, ага, то есть его можно, получается, по этому хэштегу выкинуть в топ. То есть когда люди начнут искать какие-то публикации по хэштегу «СММ», либо они подписались, есть такая функция подписаться на хэштеги, типа на рассылку. Ну, не на рассылку, а на публикацию нового в Инстаграма, то ваша публикация может выйти в топ. То есть, по сути, мы боремся за топ, на выдачу, за будущий в топ. Но чтобы туда попасть, мало одного хэштега. Важно еще учитывать другие параметры. Это набор вовлеченностей, как ваши публикации набирают активность. И Инстаграм, поверьте мне, видит, если вы используете шат активности, либо накручиваете, потому что там очень много алгоритм, и там очень видна автоматизация механики. То есть эти резкие скачки какие-то, да, а не планомерные, потому что, по сути, он же охваты увеличивает вот так, да, как бы по параболе получается. Если у вас где-то резкий скачет, то для него это значит, что вы где-то накрутили, либо что-то не так, и он как бы начинает там снижать оплату. Там очень много машины, поэтому, ну, ее сложно понять, вряд ли вы ее поймете, ее понимают только люди, которые ее разрабатывают. Поэтому, отвечая еще раз на ваш вопрос, используйте до трех-пяти хэштегов с небольшим количеством публикаций. И обязательно создайте себе уникальный хэштег, чтобы люди могли подписаться конкретно на ваши новости, на ваши публикации. То есть не просто СММ, скажем, а СММ, нижнюю подчеркнув, там, и ваша фамилия. Все, и люди на него подписываются, и могут по ним плюхнуть, и увидеть все посты вашей публикации. Конкретно с этим пошли. Вот такое, ну, это. Спасибо. И еще пару вопросов. Мнение по программам накруток и автодоставки. Что лучше продавать в Инстаграме, и что напишется от Фейзб? По поводу сервисов накруток, сервисы хорошо используют вначале. Это как импульс, начальный импульс для того, чтобы заявить о себе. То есть все вот эти сервисы, типа масс-лукинга, масс-лайкинга, масс-фолловинга, они все хороши вначале. То есть когда либо у вас нет бюджета рекламы, либо там, не знаю, там, вас плохо знают. Это можно сделать как первичный такой импульс, чтобы заявить о себе, чтобы набирать массу подписчиков. А дальше лучше от этого отказаться, потому что за это жестко сейчас банят, за это очень сильно наказывают, и вы можете просто потерять свой аккаунт навсегда. То есть вы там ни с кем не договоритесь, потому что в поддержке Инстаграма сидят индусы, которые плохо знают индийский язык, или там, если вам повезет, выходит на русскую поддержку, они будут вам писать формальный ответ. То есть там не будет как-то ВКонтакте, что вы можете там переписываться со своим модератором, там ему что-то объяснять, давить на жалость. Нет, в Инстаграме, в Фейсбуке такого нет. По поводу чем отличается Инстаграм, в Фейсбуке, каждая социальная сеть имеет свою специфику. То есть, скажем, специфику общения, специфику контента, потом какие-то фишки, что-то заходит в Инстаграме, что-то не заходит в Фейсбуке. Ну, надо просто там посидеть. И понять это в двух словах сложно объяснить, но я попытаюсь. В Фейсбуке это более сеть для профессионалов. То есть там сидят гики, какие-то чуваки, которые сбираются в технологиях, стартаперы, предприниматели, журналисты, люди, которые там обсуждают политику. В Фейсбуке очень хорошо делать именно контент, упор на контент-маркетинг и на видеомаркетинг. То есть там видео очень круто заходит, они вероятно продвигаются, там играют 200-300, 500 репостов. Также в Фейсбуке очень хорошо заходят какие-то экспертные статьи, там экспертное какое-то ваше мнение, либо вопросы. Спросить что-то в Фейсбуке, это прям ас-хэ. Типа там, как завязать галстук, там, либо, не знаю, там, как на нем потом повеситься, да, там 300 комментариев, тебе там все-все там советуют это сделать. Вот, в Инстаграм это более развлекательная статья, то есть там решает визуал. Визуал – это прям важно для Инстаграма, в Фейсбуке не особо важно. По поводу, чтобы продавать, в Фейсбуке очень хорошо продавать различные ивенты, конференции, бизнесы, там, дорогие продукты, там, услуги какие-то, там, IT-стартапы, IT-сервисы. В Инстаграме это какие-то легкие решения, быстрые продукты до 5000 рублей, там. Какая-нибудь, там, китайская шняга, там, не знаю, товар из Китая, либо какие-то марафоны за 1500 рублей, там, по похудению. Ну, что-то такое дешевое, где люди могут импульсно принять решение и его купить. Плюс еще надо учитывать, что Инстаграм, он… Это социальная сеть быстрого потребления информации. То есть человек может долго сидеть в Инстаграме, но конкретно на вашем профиле он задерживается максимум на минуту 3-5. Вот, то есть капецент вовлеченности в ваш контент, в ваш аккаунт очень низкий. По сравнению с, скажем, тем же самым Фейсбуком, либо Ютубом. То есть Ютуб – это король вовлеченности. То есть там человек может сидеть 30 минут, 50 минут, там, смотря ваши видео. В Инстаграме такого нет. То есть он перестал сториз, посмотрел публикации, фотки, все, и пошел дальше. Смотреть на голых теток, либо на то, как Майвезер подрался с Магрегором. То есть это сейчас Инстаграм – это быстрое потребление. В Фейсбуке еще можно людей завлечь, там люди читают, люди переписываются. Там как бы именно это сообщество есть. Надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо.